Для меня приход в синагогу означает в Рашишана желание услышать глаз Всевышнего. Мы говорим в мусах, в дополнительной молитве, мы говорим, что Бог появляется на ювелирскому народу в облаке на горе Синай в сопровождении звука шофар, громкого, сильного звука шофар, который не останавливается, а только возрастает. И мудрецы говорят, кто трубил шофар, потому что если человек трубит шофар, звук утихает, у человека кончается сила, кончается желание. На горе Синай звук не затихал, он наоборот нарастал. Этот звук мы чувствуем и видим в синагоге, поэтому люди приходят в синагогу, чтобы быть близко к народу, близко к Всевышнему. Поэтому первое, что мы хотим увидеть и услышать, и быть внутри синагоги или где-то, неважно где, быть частью еврейского народа. Вместе с ним стоять на горе Синай и вместе с ним слышать голос Всевышнего. Второе, что мы говорим, мы говорим, кроме того, что будет сильный голос шофара, что идет из тора с горе Синай, мы говорим, что будет Кольда Мадака, будет тонкий, незаметный, неслышный голос. Этот голос услышал Ильяху, когда он вышел из пещеры, и он увидел гром, молнию, проявление природы, и он понял, что это все не Всевышний, в нем есть часть Всевышнего. Но в него, как в пророка, вошел голос Всевышнего. Это был тонкий, неслышный голос, предназначенный только для него, только для Ильяху, внутри его. Поэтому в Рашишана мы приходим молиться, чтобы нас открыли, чтобы мы стали тем сосудом, той сферой, которая будет открыта, и которая сможет принять и не разбиться голос Всевышнего. Поэтому я для меня, и я желаю тебе то же самого. Если ты придешь в синагогу и будешь слушать голос Всевышнего вместе со своим народом, откройся, запусти этот голос, и пожелай, чтобы он с тобой стал говорить. Потому что мы не говорим, мы не слышим. Этот праздник о том, чтобы мы открыли свои уши, сердце, мозг, открыли себя и услышали, что нам говорят. К сожалению, наша жизнь заставляет нас не слышать, поэтому есть праздник, который пытается нас заставить услышать глаз Всевышнего. Поэтому мое пожелание тебе и себе, когда мы будем справлять этот Новый год, когда мы будем приходить в синагогу вместе, слушать, молиться, сидеть, дремать, делать все, что угодно, но просить, чтобы нам дали возможность услышать внутренний взов. Взов, который нас приведет к новым рубежам, откроет новую жизнь. И вот в этом может быть часть праздника Рашишишана. Часть праздника Рашишишана в этом и в любом году. Поэтому желаю тебе хорошего, счастливого Нового года.